Стояли танки, стояли в зеленке. Я вышел из танка, пошел за водой, за флешкой. Два раза сработал снайпер, может просто шуганул, может просто как-то, не знаю, может такой снайпер метки получил. И тут же я прыгнул в танк, начали выходить с командиром танка из зоны обстрела и нас закрыл два раза минометами. Нона была или что? Нет, это был скорее всего 80-й Василек, так называемый Василек, потому что один сзади сработал, брали вилку. Вот сейчас тоже миномет пристрелял? Да, он уже пристрелял. То есть то, что мы вчера проскакивали свободно, сейчас мы не пройдем там, а? Ну, может быть, но это игра в рулетку получается, так как после сегодняшнего боя, то что мы сегодня танков вышли и долбанули этих минометчиков, вполне возможно, что они очень злые. Забак у нас, наверное, там дальше снял БРДМ разбитый, мы в наглую, по-моему, уже был обстрелян БРДМ, то есть они пристрелялись по нему, а мы в наглую подъехали, так называемый трассу мы его вулакли. Да, вулакли, да. Да, потому что надо же чинить, техника же нам нужна, поэтому в наглую его уперли в них, поэтому ребята, наверное, если они злые, и вот пристреливают нас чуть-чуть. Так что, ну, такие дела у нас происходят. А так все нормально. Ну, короче, если минометный расчет, который вы выпустили, сейчас найдете, нащупаете, да? Да, конечно, нащупаем, сейчас вот скоординируем все действия, чтобы уже конкретно... И сегодня уже как бы... Обязательно. Расскажи, какая ситуация на этом участке фронта, и с каким проблемой вы тут сталкиваетесь? Я могу сказать, что основная проблема у нас, это то, что нет кадровых военных, нет людей, которые могли бы читать грамотно армейские карты, военные карты. То есть практически приходится все распечатывать из гугла, что-то рисовать самому. Ну, вот и все. В принципе, нами командуют люди, которые когда-то были, может быть, служили срочниками, может быть, когда-то были которыми военными, но потому что я сейчас наблюдаю, они свои навыки в большинстве в своем растратили, конечно. Подрастеряли. Подрастеряли. Фактически все здесь держится на головном энтузиазме. Сегодня у нас три двухсотых. Вчера вот, к сожалению, мы с ребятами, когда они сбили сушку, порадовались. Вот эти ребята сбили сушку, вчера стреляли из-за всего, что могли. Это за сушку им в силе, похоже. Погиб командир отряда, который как раз сбивал эту сушку сегодня. Мы, честно говоря, очень сожалеем об этом. Лично с ним знаком. А дед жив? Ну? Дед жив? Дед жив. Дед жив. Ладно. Дед там в нашем отряде был. Там два деда у нас, один тайга. Он живой, все нормально. Но он не был в этот день, он не стоял там. Не, я его снимал вчера. А, понял. Это тоже наш боец. А вот командир отряда погонял Алиса. К сожалению, в основном сегодня. Кстати, он единственный поразбирался в карте. Царство небесное, ребята. Царство небесное. В целом, еще что могу сказать, что все происходит на голом энтузиазме. Фактически. В разведку приходится ходить просто по-наглому. Вот сегодня делали вылазку. После этого случая, вот сегодня мы получили задачу выйти на танках. У нас один танк вышел просто посветиться с правой стороны от моста. Он посветился. А мы зашли слева и потихо под его шумок. Завели выстрел оттуда, где предполагался огонь. Ну, судя по всему, что мы дали осколочное, мы пытались накрыть просто минометную точку. После этого около трех часов по нам не велся огонь. Сейчас точка сместилась, и мы сейчас занимаемся ее плоской. Предполагаю, что после того, как поступит к нам потрепление, возможно, это будет даже силой. Мы, я думаю, пойдем на Георгиевку с наступлением. А минометный расчет как раз это вот нода, которую делали, да, мосту? Если считать, что мост, это середина, допустим, часовой циферблата, да, в сторону Луганска, это у нас, допустим, 6 часов, а туда на Георгиевку это 12 часов, то минометный расчет стоит где-то на без 10-11. Угу. Это... Так, что еще, какие проблемы? Ну, по новостям я вам сказал, в принципе, с их стороны, то наступление, которое мы ждали сегодня, или оно еще планировалось вчера, пока мы его не видим. Ну, вы к нему готовы? Ну, против вас здесь батальон Айдар, так сказать, нового, так сказать, развивания. Ну, сколько мне известно, Айдар уже не существует. Да, ну, они набрали уголовников, больше 80 человек уже, фамилии известны. Дали автоматы, оружие, сказали, вперед в город насилуйте, убивайте. Вперед в город насилуйте, убивайте? Ну, да. Я думаю, мы их встретим. У нас много сюрпризов. Ну, и все произойдет. И все произойдет. Они думают, что мы охраняем только центральную дорогу? Ну, глубоко ошибаются. Ну, дай Бог, чтобы там третий разбив потом из остатков уже пошел. Ну, вы знаете, на самом деле, даже вот у нас в ополчении, мне очень нравится, когда ребята приходят и говорят, дайте что-нибудь. Дайте что-нибудь. А что, Гри, у тебя спрашивают, ну, а что тебя сюда привело? Я не могу сидеть дома. Там другие люди. То, что сейчас меня окружает, это меня не устраивает. Тот образ жизни, который сейчас нас всех окружает, каждого вас, меня еще некоторое время назад, этот образ жизни, он никого не устраивает. Просто сейчас, вот данный момент, почему я здесь? Хотя я занимал достаточно серьезную должность, серьезный пост. Почему я здесь? Потому что в той жизни, в которой я был совсем недавно, я себя не чувствовал человеком. Человеком я почувствовал только здесь себя. Среди таких, как вот эти ребята, которые нас сейчас окружают. Вот это настоящие святые. Святые. Михалыч как в бой сегодня рвался, как мы сегодня с ним. Вот он подставлялся, реально подставлялся под пушки. Скромный. Скромный, тихий, интервью не даст. Но я скажу честно, я ему сына гожусь. Да, это с него нет, кто входишь. Россия, это вы, это мы. Потому что мне так же горько было в 93-м году, когда нас предали. В 93-м? В 93-м году. Потому что было жалко. Я понял, что в принципе Россия, где я хочу жить, это те, кто действительно идеалисты вышли, готовы были на свою роль выступать. Что под американским мирным жить нельзя, так же, как и здесь сейчас. Те кто-то понял? Ну, если вы понимаете, что с 93-го года у нас осталась уже жесткая оккупация России. То есть пятая колонна уже захватила полностью власти. А Владимир Владимирович, нас глубокоуважаемый президент, которого мы все уважаем, почтим, он просто ничего не может сделать. К сожалению. К сожалению, у него руки связаны. Из-за того, что в Конституции об этом все так четко и написано. Есть 13-я статья, 15-я, 75-я. Это американцы, которые я знаю, написали. Читайте, там все четко и понятно. Это они представили, да. На кого работает Центробанк, что мы не можем иметь собственную идеологию. Ну, понятно. И поэтому будет и евро-нацистские ценности, да? Ну, да. Своей не будет, заимствуем и главенство международного права. Скажут быть голубыми, значит, парламент проголосует, все будет замечательно. То есть это удар по традиционным ценностям. На какой-то есть трещин автомат. Конечно, конечно. Еще могу сказать, что Украину управляет на самом деле не Яценюк, ни кто-то там другой. На самом деле реальная глава Украины Герман Ван Ранки, который назначен им гауляйцем, управляем человеком странами. Он не сдает приказы. Или через него. Ну, естественно, он, конечно, гуляет, выполняет интересы заказы только Госдепартамента США, которому присылается, которому издается. А он уже дает по местам. И распределяет между ними деньги. Эти, естественно, бабло получают. И после этого только дают указания здесь на местах. На местах, вот по нам вчера буквально, мы ночью гуляли по мосту. Открыто гуляли совершенно. Я по мосту? Да, по мосту. Я провел ночь на мосту. У меня ночной бинокль с собой. Я видел снайпера. То есть он мне дважды попался в бинокль. С ночничком. То есть моргнул его этот самый. А нечем было снять, да? Нет, нет. Мы гуляли. Он по нам не стрелял, мы по нему тоже не стреляли. У нас такая негласная договоренность. Поначалу срекали? Нет, дело не в этом. Он целый день не стрелял. Если он по нам не стреляет, мы его не трогаем. Если он у кого-то стрельнул, не попал, мы туда кладем все, что можем. И он об этом знает. Поэтому ребята, в принципе, вот я чему рад, что ребята, они имеют и семьи, собственные дома, кто-то чего-то. Ну, то есть здесь таких уголовников, знаете, которые там ради того, что я так не встречал. Другие ребята, которые что-то там прошли, там по хулиганке, есть как-то такие, но их немного. Ну и те, как бы они спокойно так. Вот у нас на Вите есть. Молодой пацан, 22 года. Ганатометчик. У него ганатометчик, вот он. У него любимое оружие, шайтан труба. Вот он, два дня назад, как раз по танку и стрелял из нее. То есть по нему стреляет снайпер, открытый, а он стоит в полный рост. И шайтан труба пошла. Получите укрыть. То есть вот это, видите, действительно. Ты имеешься без отказки, что в которую подносил? Нет, 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 нет. Это ручной ганатомет. Просто это у большего. Это ручной ганатомет. Вот, если это муха, то это уже побольше там снаряд. По сильному разрыву, то мы уже таким же хорошим бронебённым снарядом стреляем. Ну, танк там не загорелся. Похоже, мы его повредили, ему гусеницу. И вот, к сожалению, два дня назад. И после того, как повредили ему гусеницу, к сожалению, ребята проглядели и ночью воткатили. Катили. Они-то и танки умеют ремонтировать, а мы нет. Вот, допустим, у нас на одной машине, ну, не буду говорить. Не буду говорить. В принципе, техника вон суправна. В советские годы делались. Делали технику на славу. К сожалению, только с моим животиком, конечно же, мне тяжело находиться в башне за командиром. Ну, сейчас быстро сгодишь. А? Быстро сгодишь. Ну, ребята за месяц по 8 килограмм сбрасывают. Но я тут совсем недавно. Но чувство уже худея. Так что, всем советую, ребята. Дело святое. И дело за нами. Я считаю, что Россия начнется здесь. В России это начать тяжело. Просто тяжело. Почему? Потому что пятая колонна никуда не денется. Она перекрасится. Она будет кем угодно. Она будет вежливой и ласковой. Лишь бы только ее никуда не задевали. Я считаю, что если здесь зародится Новороссия, вот отсюда все и пойдет. Поэтому всем людям, всем людям, которые еще не утратили дух святой веры, дух своих дедов, я приглашаю сюда. Выдадим оружие. Выдадим задачу. Поставим задачу. Присоединяйтесь к нам. Я думаю, что вы не пожалеете. Да, здесь стреляют. Да, здесь реальная опасность. Сегодня погибли наши товарищи. Но это не должно никого пугать. Люди, если бы я своему сыну Федору купил бы квартиру трехкомнатную, да, и думал бы только об этом, вряд ли бы он много гордился. А сейчас я уверен, что за отца есть чем гордиться. И это же желаю другим отцам, у кого есть дети. Сделайте так, чтобы вами гордились. Спасибо.